Теперь по порядку. Все началось с того, что в последний день перед соревнованиями мы пошли на тренировку. Она уже подходила к концу. Святе осталось закрепить один элемент на брусьях. Перескакивая с одной жерди на другую, Святослава соскользнула с верхней жерди и упала локтем на твердую поверхность. В этот момент я была в другом конце зала и услышала Святинь крик. Когда я к ней подбежала, то увидела искаженное от боли лицо. Дерзаясь за руку, Свята очень сильно плакала. Было видно, что локоть на ее правой руке изменил форму и вывернулся. Рука синела, и я не могла на это смотреть. Тренер моментально вызвала скорую. Пока она ехала, у меня было ощущение, что Свята вот-вот потеряет сознание. Вот как выглядела Свята в приемном покое. Она еще не знала, что с ней произошло. Потом нас вызвали в кабинет доктора, который осмотрел руку и отправил нас на рентген. К сожалению, Чехия не Америка. Медицина здесь хоть и перестроилась на западный формат, менталитет врачей и их отношение к больным остались на уровне социализма. Поэтому снимать, что происходит у доктора, как это часто бывает у американских блогеров, мне не дали. После того, как Святя сделал рентген обоих рук для сравнения, нас вызвал доктор и сказал, что у Святы перелом со смещением. То есть, ей будет нужна операция. Необходимо резать трубку, добраться до кости, крутить в нее шрупы, поставить пластины и даже что-то примотать проволокой. Когда Свята узнала, что ей предстоит остаться в больнице, она расплакалась еще сильнее. К счастью, маме уже позвонили на работу, и она согласилась остаться со Святой. Через некоторое время медсестра из приемного покоя нас проводила в хирургический корпус, в отделении детской травматологии. В Святе выделили отдельную палату, с одной детской постелью, а другой взрослой, для мамы. Вот так Свята выглядела уже в палате. Ей была очень страшная предстоящая операция. Мне очень порадовало то, что на второй день, несмотря на перенесенную операцию, Свята выглядела намного лучше, чем вчера. Помню то, как в меня усыпили. Было очень странно. Это было больно пихать в пол. Нет, в меня не пихали. Я мне такую маску наделила на нос и на рот, и там очень болело. Потом я проснулась, и у меня очень болело. Ну, вам все подло, понимаете? У меня какая-то оранжевая рука. Ага, а что это? А почему? Потому что я боялась операции. Это не так. А, а что? Спортивная гимнастика – очень жесткий спорт. Некоторые в комментариях под моими видео пишут, что я хвастаюсь своим спортивным телом, кубиками на прессе и так далее. Возможно, это так. Но поверьте, ребята, это не пустое хвастовство, высосанное из пальца. Каждая мышца на теле спортсмена, каждый кубик на прессе дается за счет большого труда и литров пота. А то и за счет травм. Кстати, на следующий день, когда я была на соревнованиях, одна девочка очень неудачно выполнила элемент на ковре. И у нее отнялись ноги. И она практически не могла ходить. Я не знаю, что с ним было дальше, но и зала ее выносили на руках. Расскажи, что с тобой произошло-то? Колено выехало. В каком снаряде? Что делал? В прыжке. Косома отсюда не отойдет. Косома. Как ты коленку призавила? Выехнулась. Ну смотри, только удивлю. Вот так вот. Потом приехала скорая, поставили обезболивающий укол. Который, по-моему, не действовал. Не действовал. На скорую, когда ехали, каждую кочку чувствовали. Потом вправили колено, загипсовали, ну и домой выехали. В доктор вправлял? Что он делал-то? Ну, колено, ну, выпрямлял, короче. Руками взял и выпрямил, да? Да, теперь наоборот согнуть не могу. Почти две с половиной недели прошло. Две с половиной недели. И вот сегодня у тебя первая тренировка, да? Да. Мне всегда нравилось выступать. Я понимала, что это страшно, что там безумно бьет адреналин. Аля за свою спортивную карьеру уже столько раз ей приходилось бороться с самой собой. Потому что у нее достаточно сложный путь, где никто не приносит на блюдечке победа. Был чемпионат Европы. И я прекрасно понимала то, что если я все свое сделаю, то я без сомнений выигрываю. И я выходила на прыжок. Прыгала довольно-таки сложный прыжок. Мало кто его делает в мире. Но она его достаточно уверенно всегда делала, без каких-то там проблем особых. Все было как всегда. То есть я выходила уверенно, все делала. Прыгает. Хватается за колено, садится. Плачет. Когда приземлилась уже, я поняла, что что-то не то. Я не упала, просто подтянула ногу, повернулась к судьям и села. Да я в шоке была. Ну, это было слишком неожиданно. И я не представляю, каково было ей. И я понимаю, что я не могу наступить на ногу, что она у меня согнулась. Я, то есть, и не пошевелить ничего не могу. Мне было безумно обидно. Мне было стремно, потому что я понимаю, что сколько народу на меня смотрят по телевизору. И вот у меня вот так вот получилось. То есть меня уносят с помаста на руках, отвозят в больницу. Разрыв крестообразных связок. Ну, как говорили врачи, насколько я знаю, что очень серьезная травма. Мало кто восстанавливается, тем более в спорт возвращается. Но считали, что практически невозможно, чтобы в полную силу как-то начать опять работать. Ей, конечно, было тяжело, наверное, потому что близится Олимпиада. Она на пике формы. И тут такое. Ну, я ничего не боялась в тот момент. Я просто надеялась на лучшее, так скажем. Я надеялась, что все-таки нет у меня этого разрыва, крестообразной связки. То, что там, может быть, все не так плохо. У нее разрыв крестообразных связок. То есть серьезная очень травма. Потому что вот до этого момента, кто получал эти травмы, дальше заканчивали свой путь. Ребекка Бросс, американка, она после этой травмы не вернулась. Ну, то есть она пробовала, но все равно коленный аппарат был очень слабый, и она не вернулась. У Мусиной такой же был разрыв. Нет, они не вернулись. Очень нечасто возвращаются. Вот прямо даже единицы возвращаются. Но самое главное, Хоркина снова теряет уверенность в себе. С новой силой возвращается боль в коленях. А до состязаний на брусьях остается всего 10 минут. Хотя в жизни Светланы уже был момент, когда выступать пришлось с незалеченной травмой. Сентябрь 1995 года. Подмосковье. База Озеро Круглое. Сборная России по спортивной гимнастике готовится к чемпионату мира в Японии. До отъезда остается всего неделя. Последние тренировки. 16-летняя Хоркина садится на шпагат и сразу же чувствует. В спине что-то хрустнуло. Не выдержало что-то. И самый такой ответственный момент, когда надо было ехать на чемпионат мира 95-го года. И как-то вот так вот получилось, что я чуть-чуть приупала. И она достроится, тренировка начинается. От малейшего движения невыносимая жгучая боль. Хоркина едва не теряет сознания. Для того, чтобы просто подняться и встать в строй, требуется невероятное усилие. Но Светлана не подает в виду. Иначе главный тренер может не пустить ее на чемпионат. Формировалась там команда. Все. Нужно было доказывать. На бой. Звучит команда. Направо. Шагом марш. Гимнастки расходятся к снарядам. Хоркина пытается сделать шаг. И падает на пол. Прямо перед носом главного тренера. На скорой ее экстренно доставляют в институт травматологии. И там ставят неутешительный диагноз. Грыжа межпозвонкового диска. Ну, если взять шкалу боли, то это будет наивысшая такая пронизывающая, наверное, боль. Это простреливает от головы до стоп. Врачи настаивают на немедленной госпитализации и курсе лечения, который рассчитан на несколько месяцев. Ни о каких соревнованиях нельзя думать. Потому что там было серьезно со спиной. Она, услышав это, сказала, я поеду. Любой ценой поеду на соревнованиях. На следующий день намечена контрольная тренировка. Отборочная на чемпионат. Хоркина заявляет, она должна там присутствовать. Ведь столько сил отдано подготовке. Главный тренер соглашается дать Светлане еще один шанс. Если Хоркина пройдет все снаряды, она поедет в Японию. Надо было, чтобы ничего не оторвалось. Вот не оторвется ничего, мне сказали, ты поедешь. Пилкин заставляет ее надеть специальный пояс шириной во всю спину. Но даже он не спасает от боли. Хоркина пытается залезть на канат и тут же срывается. От отчаяния у нее начинается истерика. Мой тренер Борис Васильевич говорил, ну давай не будем, ну смирись. Говорит, зачем? Мы лучше подготовимся с тобой на Олимпийские игры. Мы хорошо подготовимся. У тебя заживет спина, все будет хорошо. Нет. Нет. Мы не должны отдавать ничего. Зала свистывает ее. Судьи недоуменно переглядываются. Она двигается, как лунатик. Как сломанная игрушка. Теряет обруч, путает движения. Как будто я собой не управляла. Она выступила плохо. Это однозначно. Конечно, трясло ее. Каждый раз трясло ее. Меня трясло. И вдруг она падает. Для чемпионки чудовищная ошибка. В тот день лучший из лучших. Первый номер сборной России по гимнастике. На глазах всего мира упала со своего пьедестала. И это ужас. Все, говорят, у тяжело снимается. В пресс-релизах вежливо напишут. Сняли соревнования из-за травмы. Мифическая травма Утяшевой. Уже несколько месяцев предмет сплетен и пересудов. По утрам она еле встает с кровати. Ногу как будто режут изнутри. Боль, в которую никто не верит, надо терпеть. Я втайне начала пить обезболивающие разрешенные средства, которые у нас были в аптечке. Перепила все. Уже там 2-3 таблетки не спасали. Я уже потом пила 6, потом пила 10, потом пила 12. Последняя доза была 36 таблеток кетанола. Обследование затягивается. Оно длится почти 5 часов. Наконец, врачи сообщают диагноз. Множественный перелом ладьевидной кости левой ступни. Кость раздроблена на мелкие кусочки и не подлежит восстановлению. Кости правой стопы, из-за того, что на нее переносилась вся нагрузка, разошлись. Щель между ними 16 миллиметров. Обе стопы требуют срочной операции, вплоть до ампутации одной из них. Эта травма крайне редкая. Она даже не только для гимнастики. Она редкая. Травма достаточно. Это усталостный перелом. Он так и называется. Усталостный перелом. Если вот просто в просторечии. Перелом, который происходит от усталости к остею. Травмы в профессиональном спорте – частое явление. Но иногда они не дают не только заниматься любимым делом, но и делать обычные человеческие вещи. Алина Ермолова – юная надежда сборной. Еще в 2016 году она успешно выступала и представляла сборную России на различных турнирах. Но уже второй год она не возвращается в спорт. Как оказалось, у нее серьезная проблема. Из-за тяжелейших нагрузок в период интенсивной перестройки организма у Алины не выдержали суставы. Нога не давала возможности нормально тренироваться, а затем и вовсе передвигаться без посторонней помощи. Врачи поставили диагноз повреждения тазобедренного сустава. На 2018 год Алины нет в официальных опубликованных списках сборной России. Так никто и не знает, вернется ли она к тренировкам вообще. Юля Бравикова получила прозвище «Феникс» за то, что вернулась после длительного перерыва и серьезной травмы в спорт спустя два года. Однако 2018 год начался для нее не так удачно в плане здоровья. На своих последних соревнованиях в феврале Юля получила травму ноги. На данный момент Юля постепенно восстанавливается, и возможно в скором времени она уже будет выступать на ковре, и мы снова сможем назвать ее «Фениксом». Травм преследуют не только российские гимнасты. Одна из лидеров сборной Белоруссии Алина Горносько в своем инстаграме опубликовала фото, на котором ее нога загипсована. Но подпись к фотографии весьма воодушевленная, так что надеюсь полученная ей травма не вырвет ее на долгое время из спорта. Когда к слову «спорт» прибавляется к слову «профессиональный», здоровье заканчивается, потому что быстрее, выше, сильнее – это на грани, даже за грани человеческих возможностей. Травмы есть у всех профессиональных спортсменов, кто чего-либо достиг, и я, ни я, ни Катин, не исключение. У меня была операция очень такая серьезная, неприятная в 2010 году, после чего я на всю жизнь осталась с железным шурупом и спицей в стопе. Очень был тяжелый у меня период восстановления, дальнейшей подготовки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!